МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-королевски скромная свадьба. На венчании принца Гарри и Меган Маркл пригласили всего 600 человек. Кому повезло? Умышленное убийство и незаконное хранение боеприпасов. Так в полиции квалифицировали ночной взрыв в Киеве, в результате которого погиб человек. Прогремел он возле жилого дома в одном из центральных районов столицы. Патрульные, прибывшие на место ЧП, обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями. Позже его личность установили, но деталей не сообщает. Говорят только, что это 36-летний Киевлянин. На месте взрыва нашли удостоверение участника боевых действий, а вот в его доме во время обыска обнаружили гранату и гранатомет. Дома у человека проводится невредкладный обшук, подчас якого уже вылечили гранату F1 и гранатомет. Следующие действия там продолжают. Переглянули уже записи с камер видеонагляда, на которых не зафиксировано, что до момента выбуха или после момента выбуха до человека кто-то подходит. Новые детали другого инцидента в центре столицы. Четвертый подозреваемый в избиении Мустафы Наема задержан в Азербайджане. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины. Арсен Аваков уточнил, что местная полиция взяла под стражу Магомеда Аминсаитова по просьбе украинских коллег. Инцидент произошел в минувший понедельник из-за конфликта на дороге. В результате нардеп получил перелом челюсти и сотрясение мозга. Наем до сих пор в больнице. Троих нападавших задержали на месте. Суд избрал им меру пресечения. Домашний арест. А вот 29-летний Саитов через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и вылетел в Баку. Глава МВД отметил, процедура экстрадиции уже началась. Сейчас нам сообщили наши коллеги из Азербайджана, что по ордеру национальной полиции этот субъект задержан и готовятся документы на экстрадицию в Украину. Сейчас начинается процедура экстрадиции. Она немного длится в термине времени. Но хочу сказать всем гражданам нашей страны, что где бы ни был правопорушник, он должен быть затриман, доставлен и должен пристать перед судом украинским правосудом. Спасибо. О задержании Саитова глава МВД рассказал журналистам в Луганской области. Арсен Аваков в станице Луганска вместе с главой нацполиции открыли новый полицейский отдел. Обо всем подробнее. Светлана Шекера. Станица Луганска отсюда до линии разграничения 800 метров, а за рекой в 8 километрах уже оккупированный Луганск. Местные жители говорят, нет ни единого дома, который не пострадал бы от обстрелов. Взрывы были слышны и сегодня утром. Сегодня в Ранце где-то, но мы не знаем, бывает так, что все же на круге заминовано. Мы же в лес не можем сходить, до речки не можем сходить. И, возможно, это тварины, может быть, кто из людей. Подрываются, это мы слышим постоянно. Первым в 2014-м градами уничтожили здания тогдашней милиции. Сегодня в станице министр внутренних дел Украины и глава нацполиции. Представили нового начальника Луганской полиции. Ее возглавил Сергей Колесник. В правоохранительных органах он уже 17 лет. Прошел путь от оперуполномоченного до замначальника УБОП Кировоградской области. В 2015-м стал начальником криминальной полиции Донецкой области. Служил в горячих точках в зоне АТО. В станице Луганской силовики открыли новый отдел полиции. Передали три служебных автомобиля и рассказали, по каким новым критериям будут оценивать работу подопечных. Глава МВД сообщил, идет активное обсуждение плана деокупации Донбасса. Этот план деокупации Донбасса непростой, сложный, построенный на месяц, нет, на годы, да, шаг за шагом. И я очень рассчитываю, что этот план будет согласован и принят сначала в нашем обществе, затем в международном обществе. И с этим согласятся и агрессоры, и люди, которые сейчас находятся на оккупированной территории. На блокпосту, который расположен на трассе, ведущей к оккупированным территориям, сейчас дежурят бойцы Носгвардии. Здесь, на подступах к станице Луганской в 2014-м велись массовые обстрелы. Теперь в течение месяца полиция совместно с местной администрацией планирует обустроить логистический центр. Сейчас по этой дороге проезжает до 10 тысяч человек в день. Логистический центр поможет разгрузить дорогу и ужесточить контроль тех, кто выезжает с оккупированных территорий. Чтобы нагрузку снять в самом пункте пропуска, чтобы доступ народа допустить именно к рынкам, к банкоматам и тому подобное. А здесь уже более привести в соответствующий порядок, вы видите, что выглядит реально как Сталинград. Это его второе имя, так скажем. Это один из элементов видимых. Один из видимых элементов защиты. Мирного населения нашей страны, в том числе от поступления оружия в мирные районы. Следующие в очереди на усовершенствование в Луганской области горские и Попаснянские райотделы. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Луганская область. Калибр растет. Боевики снова применили артиллерию и тяжелые минометы. За прошедшие сутки трое наших военных получили ранения. От обстрелов противника страдают и гражданские. Из пушек враг ударил по жилому сектору Зайцева. А сегодня утром противник выпустил несколько управляемых ракет по пропускному пункту Гнутова. Детали у Игоря Левенка. Это произошло утром в начале 10-го. Камеры наблюдения зафиксировали обстрел. На контрольно-пропускном пункте Гнутова под Мариуполем полно автомобилей и мирных жителей. Первый взрыв произошел в метрах в десяти от скопления людей. На КПВВ обычно в это время час пик. Прикордонники, которые ныне действуют в складе объединенных сил, конечно, сразу среагировали. Начали ховать граждан в бліндаже с хованкой, чтобы не постраждало ни их здоровье, ни их жизнь. Надо отметить, что это можно назвать каким-то чудом, что граждане действительно не постраждали. Автомобили эвакуировали. Люди спрятались в укрытие. Через полчаса пункт пропуска снова оказался под вражеским огнем. Боевики стреляли из противотанкового ракетного комплекса. На этой штуке даже номер корпусный, сбережный. Вот она есть. Это просто тупо. Конечно, боевики сейчас, наверное, уже начали оправдоваться, как они это всегда делают и говорят, что або действует украинская армия по своих же гражданам, або еще там, какие у них искаженные версии бывают. Из-за вероятности повторных обстрелов контрольно-пропускной пункт Гнутова пока закрыт. Гражданских бронированным транспортом эвакуировали на безопасную территорию. Ударная волна повредила два автомобиля. Наши морпехи, которые удерживают оборону на Приморском участке фронта, утверждают, враг не на шутку активизировался. Под огонь боевиков все чаще попадает мирное население. Больше всего достается жителям поселков Лебединское и Водяное. Пару дней назад стволка залетала в село, 120-й миномет, 82-й миномет. Там местным разбило дом. Какие там живут? Да, попало прямо в сарай. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Крупный пожар на столичном шоссе в Киеве. На открытой стоянке сгорели более полусотни автомобилей. Большая часть из них восстановлению не подлежит. Спасатели тушили огонь больше часа. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливает следствие. И сегодня же несколько центральных районов Киева оказались окутаны смогом. По данным ГОСЧС, произошел пожар на одном из агропредприятий в Подольском районе. И дым распространился на жилые массивы. По словам спасателей, пожар погасили. И вот только что стало известно о возгорании в Шевченковском районе. Что именно горит, пожарные пока не знают. Уже выехали на место. Когда станут известны подробности, мы вам сообщим. Судить некого. Ночью в СИЗО умер единственный подозреваемый в смертельной аварии в Кривом Роге, которая унесла жизни 11 человек. Александр Волков. 17 апреля его автомобиль протаранил маршрутку. А та, в свою очередь, врезалась в автобус. Суд отправил Волкова под арест на два месяца. В СИЗО его перевели 2 мая из больницы. И мужчина, у мужчины была четвертая стадия рака, хотя о причинах смерти в полиции пока не говорят. Ждут заключения суднедэкспертизы. Закроют ли дело в связи со смертью подозреваемого, правоохранители тоже не сообщают. Волкова считали единственным подозреваемым в деле о смертельном ДТП. Хотя в интервью подробностям очевидцы сообщили, что за рулем машины в момент аварии находился молодой человек, сын Александра Волкова. Но в полиции заявили, оснований утверждать, что иномаркой управлял кто-то другой, нет. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, что парень сидел на пассажирском месте. Кроме того, из машины изъяли подушки безопасности. После анализа ДНК окончательно установлять личность водителя. На дороге, как на горках, жители села Крещатик Черновицкой области вышли на протест. Единственная дорога, которая ведет в их село, вот уже несколько лет аварийная. Чтобы доехать домой, люди ежедневно рискуют остаться без машины, а то и вовсе покалечатся. Почему протестующих не слышат, наши журналисты узнавали. Американскими горками эту часть дороги называет Оксана Король. Она живет в селе Крещатик. Ежедневно женщине приходится буквально проходить целый квест, чтобы доехать до дома. Вот на раз еду с детьми, и ты, ой, маму, помало, помало, мало. То ли что, ты губы зачепили, губы зачепили. Только в этом году Оксана дважды ремонтировала свою машину. Такая же история и у других автомобилистов. Эта дорога единственная в селе. Местные жители рассказывают, коммунальной техники здесь не видели уже много лет. А все просьбы сделать хотя бы частичный ремонт остаются без ответа. Нам пришли, приходили от дымовы, про то, что нас этого года даже не включили в список дорев, которые планировали по ремонту. У вас документы, которые про это подтверждают, никаких действий, абсолютно никаких не было. Люди устали молчать и вышли на протест. Тут, как тут, районные чиновники. Эта дорога, она контролируется ее ремонтом, поэтому мы тоже, как и вы, не байдужи до этого вопроса. Узнав о протесте, в Крещатик приехали и жители райцентра. Говорят, районные власти их уже год точно так же водят за нос. Дорогие друзья, мы этого года перекрывали два раза дорогу заставку. Эти, я не говорю, кто они бездарь, они ничего не делают. Куча паперей, вот так стали нам обещали. Так было или нет? Объездную дорогу должны сделать. Я говорю, вы ничего не сделали. Я в культурной форме. Вы ничего не делаете. Дорогу людям обещают сделать. Частично. Темчасовые заходы по обеспечению належного проезда будут выполнены, но начиная с выготовления проектной документации и аж до втілення ее в життя, это наступные кроки, которые потребуют. Не 10 миллионов, а это большие цифры. Уже на следующей неделе эту дорогу покроют гравием. Его пообещали пожертвовать местные предприниматели. На асфальт пока коммунальщики не готовы расщедриться. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Янтарные битвы снова всколыхнули Ривницкую область. Количество желающих нажиться на незаконном промысле растет. Вместе с оперативным штабом корреспонденты подробностей отправились в Дубровицкий район. Там полицейским удалось оттеснить старателей и установить на клондайке охрану. Как выглядит сейчас это место? Давайте посмотрим. Урочище Хворосбит в Дубровицком районе. Лагерь старателей довольно большой. Человек на 300. Еще пару дней назад здесь добывали янтарь. Конечно же незаконно. Сегодня тихо. 1 мая в урочище наградули бойцы оперативного штаба. Нам удалось завезти сюда силы, спецтехнику, зачистить территорию, так называемую. То есть они звезды уехали. Можно по-простому сказать, втекли звезды. Опору не чинили из кусты. Они повтекали. Везде брошены личные вещи и продукты. В одной из составленных палатах запасов как минимум на неделю. Видимо, обосноваться планировали надолго. Убегая в попыхах, старатели успели забрать только мотопомпы. Мы оставили хлеб, сало, картофель, огурки, закрутки. Отдых тоже их. Бойцы оперативного штаба разбили в урочище свой палаточный городок. Дежурят круглосуточно. Говорят, старатели могут вернуться в любую минуту. Даже нас постоянно сопровождают два вооруженных правоохранителя. После того, как здесь побывали добытчики янтаря, вся территория в канавах, лес перекопан, деревья повалены. Лесники засыпают ямы с помощью бульдозеров. Цей котлован створился в следствии незаконного выработки бурштину. Шкода лесовому господарству нанесена. Тут десятки тысяч гривен. А то и миллионы. Добывать янтарь в больших масштабах в этом месте начали еще в 2014-м. Все попытки правоохранителей прекратить незаконный промысел обычно заканчивались сопротивлением. После выключения мото-помп перекрывают дороги, едут наперед квадроциклами, перекрывают дороги за допомогою заваливания дерев, чтобы остановить час и забрать большую количество людей. С приходом тепла старатели активизировались не только в Дубровицком районе, говорят в оперативном штабе. На работу потянулись добытчики во всех северных районах Ривненской области. Все изъятые у старателей техника складируются в райотделах полиции. Это сотни мотопомп, тысячи метров пожарных рукавов. Есть и автомобили. В полиции уверяют, с незаконной добычей янтаря борются как могут. Вот только ни один задержанный не понес оголовную ответственность. Все откупаются штрафами. В среднем это 10 тысяч гривен. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ривненская область. Хотели реконструкцию? Получите нескончаемый ремонт. Уже два года подрядчики не могут закончить работы в старинном здании музыкальной школы в Черкассах. И за это время они лишь укрепили фундамент. Почему строители не торопятся? Выяснял Станислав Кухарчук. Вот так в узеньком коридоре воспитанники первой музыкальной школы готовятся к выступлению на отчетном концерте. Вокалисты, скрипачи, духовой оркестр, народники. В школе занимаются более 600 детей. Для занятий классов хватает, а вот на выступлениях приходится ютиться. Дети стоят очень сильно. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был еще какой-то зал, для каких-то выступлений. Нужное помещение в школе есть. С тыльной стороны. Раньше здесь были просторные балетные классы. В 90-х часть старинного сооружения городские власти отдали в аренду частной фирме. Предприниматели помещения фактически не использовали и отрезали отопление. Из-за влажности все перекрытия прогнили. Здание пришло в негодность, рассказывает директор. По законодательству, для того, чтобы выкупить, нужно сделать полишение на 25% вартости. В 2013-м школа отсудила помещение. Спустя еще три года город выделил более 2 миллионов гривен на его реконструкцию. Но она не закончилась и по сей день. Тендер выиграла малоизвестная компания. Ее строители сняли кровлю, укрепили фундаменты, разобрали стену. Как такому подрядчику доверили реконструкцию старинного здания? Директор школы не понимает. Ему все стали говорить, вы вообще проект смотрели, когда на тендер заходили? Это не капитальный ремонт обои поклеить. Это реконструкция стен, которым 150 лет. А недавно стало известно, у подрядчика нет даже лицензии на реконструкцию подобных объектов. Продолжать работы фирма попросту не имеет права. В 2016 году очевидно, что не было сделано детализировано проектно-кошторисная документация, дефектные акты, какие-то, возможно, не вкладывали, потому что не было изъясовано в полном мере обсяг работ, который нужно нам было сделать на перспективе. С руководителем организации нам удалось связаться по телефону. В отсутствии лицензии он проблемы не видит. Тем временем департамент образования ищет возможность расторгнуть договор с подрядчиком и привлечь к работам лицензированных специалистов. Но раньше, чем в конце лета, этого не произойдет, говорят чиновники. На это время реконструкция заморожена, а старинное здание без кровли и с разобранной стеной даже не удосужились законсервировать. Станислав Кухарщук, Павел Тимошенко, подробности телеканал Интер, Черкасская область. Антикоррупционный суд в Украине может начать работу уже в этом месяце. Такое мнение высказал Петр Порошенко в интервью немецкому журналу «Фокус». По мнению президента, это ускорит получение очередного транша МВФ. Президент отметил, что за 4 года удалось достичь больших успехов в экономике. В частности, улучшить инвест-климат. Кроме того, он надеется на тесное сотрудничество с Евросоюзом и США. Особенно в вопросе введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Эту тему он планирует обсудить на встрече с канцлером Германии Ангела Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры состоятся 10 мая. Год президентства вскоре отметит французский лидер Эммануэль Макрон. Самый молодой в истории страны президент и человек, который начал новую эру во французской политике. Есть ли что праздновать, разбиралась Елена Абрамович. 7 мая 2017 год. Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах. А позднее его партия повторяет успех на парламентских. В западных СМИ появляется термин «цунами Макрон». На своем пути молодому лидеру приходится столкнуться с немалым сопротивлением. Но год спустя европейские лидеры продолжают ему аплодировать. И повод отпраздновать годовщину таки есть. Он саркастически обыгрывает лозунг Дональда Трампа «Давайте сделаем Америку снова великой», заменив США на слово «Земля», чтобы отстоять климатическое соглашение. Встречается с Владимиром Путиным и критикует российские СМИ. В то же время находит общий язык с обоими лидерами. Год это недолго для дипломатии, но мы уже видим, как с Россией, так и с Америкой Макрону удается заявить оппозиции Франции. Может даже всей Европы. Он стремится постоять за весь Евросоюз. Что касается французского народа, то резкие реформы вызвали гнев у людей. В начале осени из-за сокращений в госсекторе страну охватили протесты, но Макрон не реагировал на митинги. И спустя некоторое время реформы принесли результаты. Безработица сократилась. И рейтинг президента стал возвращаться к высоким показателям. Мне кажется, есть улучшения. Люди стали больше покупать. Теперь все-таки берут товар и не боятся потратиться. Тем не менее, план реформ еще не завершен. И во Франции до сих пор регулярно бастуют железнодорожники. Впрочем, и тут президент не намерен сдаваться. Да и противостоять ему особо некому. Оппозиция в стране разделена и недостаточно сильна. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Единичный случай или новая реальность? На юге Германии столкновения полиции и беженцев. Беспорядки вспыхнули, когда силовики попытались депортировать мигранта из ТОГа. Подробности у Татьяны Лагуновой. Колонна полицейских машин и сотни правоохранителей в полной экипировке. Целая спецоперация, чтобы депортировать одного беженца. Гражданина ТОГа, которому была отказана в предоставлении убежища, полиция пыталась задержать для последующего выдворения с начала недели. Но его несколько раз отбивали жители приюта. Мигранты из стран Африки. В понедельник мы столкнулись с совершенно новой по форме и масштабам ситуации. Четверо полицейских хотели забрать из приюта беженца из ТОГа для депортации в Италию. Но около 200 мигрантов из Африки оказали организованное сопротивление с применением насилия. Ситуация была настолько опасной, что полиции пришлось уехать. Через несколько дней попытку повторили, но в приют уже приехали не обычные патрульные, а спецназ. Тогалесца задержали, еще 20 беженцам предъявили обвинение в оказании сопротивления полиции. Такие столкновения случай единичный, но немецкие силовики уже заговорили о новом феномене. В общежитиях для беженцев могут формироваться организованные структуры со своей собственной иерархией и порядком. Некие территории вне закона. Предотвратить их появление уже пообещал министр внутренних дел страны. Мол, подобные лагеря будут расселять, а депортации проводить, несмотря на сопротивление. Произошедшее это пощечено всем законопослушным жителям Германии. Недопустимо вытирать ноги о гостеприимство. По данным немецкого МВД, сейчас депортации ожидают около 40 тысяч человек. Татьяна Лугнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Раскроют ли тайну века? Дональд Трамп распорядился рассекретить документы об убийстве президента Кеннеди. И последние 19 тысяч из них сейчас в открытом доступе. Есть ли шанс, что теперь весь мир узнает об обстоятельствах громкого преступления? Дмитрий Анопченко выяснил это в Вашингтоне. Это преступление вот уже полвека остается одним из самых загадочных. Кто и почему убил Джона Кеннеди? И как хваленая служба безопасности могла это проглядеть? Или наоборот, сознательно проявила халатность? Ноябрь 63-го. Даллас, штат Техас. Глава государства смертельно ранен из винтовки, когда вместе с женой проезжал в президентском кортеже. Все документы по делу Кеннеди находятся сейчас вот здесь, в Национальном архиве США, в Вашингтоне. Сотрудники которого провели не одну бессонную ночь, сканируя бумаги. Ведь раньше они носили гриф секретности, доступ был крайне ограничен. Ну, а о том, чтобы снять ксерокопию, хоть с какого-то листочка даже речи не было. Рассекретить дело Кеннеди должны были еще в 92-м, но Буш-старший побоялся. Распорядился спрятать документы от общественности еще на 25 лет и переложил ответственность, записав, пусть не он, а президент, который будет в Америке в 2017-м принимает решение. Таким президентом стал Трамп. Он и сказал публиковать бумаги. Последнюю порцию, 19 тысяч документов, обнародовали только сейчас. Понятно, что исследователям понадобятся месяцы, а то и годы, для того, чтобы не просто прочитать, а проанализировать все документы. Впрочем, есть неизвестные факты, которые уже сейчас выявили. С новой стороны открылись и убийца Кеннеди, Ли Харви Освальд, а среди бумаг доказательства его встреч с советскими разведчиками. И, что удивительно, человек, который уже через двое суток, якобы из мести, застрелит Освальда, Джек Руби. В рассекреченной части бумаг есть донесения, мол, очень похоже, что Руби заранее знал об убийстве Кеннеди, а значит, тоже мог быть частью заговора. И не мстить, как считалось, а просто убрать ставшего ненужным киллера. Есть и сообщение из Москвы. Оказывается, в Советском Союзе очень боялись, что США обвинят в убийстве КГБ и нанесут ракетный удар по СССР. При беглом осмотре в бумагах не нашли ни одного факта, что убийца президента был агентом ЦРУ. А в это как раз верят сторонники теории заговора, убежденные, мол, сами спецслужбы Кеннеди и убили. Но скептики нашли контраргумент. Оказывается, еще в 80-е часть бумаг Кеннеди была утеряна. Не исключено, что намеренно. И, возможно, это как раз та часть, где и содержались все самые главные ответы. А это значит, есть вероятность, что даже если историки прочитают все до единого документы, рассекреченные Трампом, то до правды об убийстве Кеннеди все равно не докопаются. И в этом мире есть трагедии, причины которых навсегда останутся загадкой. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Какие марсианские тайны раскроет новый зонд НАСА? Кто и зачем разбрасывал деньги в американском штате Индиана? И почему новую коллекцию Шанель презентовали под гудки парохода? Об этом и не только в нашем обзоре. Американское космическое агентство НАСА отправило на Марс уникальную миссию. С помощью космического зонда «Инсайт» впервые займутся изучением глубинных слоев почвы Красной планеты, а также ее сейсмической активности. Зонд запустили с базы военно-воздушных сил США в Андерберг в Калифорнии. До Марса он доберется через полгода. В американском городе Индианаполис из инкассаторской машины на ходу выпали деньги. Как оказалось, дверь не закрыли как следует. При падении часть мешков порвалась и по шоссе разлетелись тысячи долларов. Их бросились собирать проезжающие мимо водители. Но счастье было недолгим. Прибывшая на место полиция заставила людей вернуть деньги. Американские военные сняли пародию на трейлер «Звездных войн». Ролик под названием «Морские войны» приурочили к международному дню известной киносаги. Видео было снято на авианосце Дуайт Эйзенхауэр. И полностью дублируют трейлер к фильму «Звездные войны. Пробуждение силы», который вышел в прокат в 2015-м. Ролик за сутки просмотрели почти 200 тысяч раз. Сотбис выставит на торги самое большое полотно ню итальянского художника Амадео Модильяни. Картина «Лежащая, обнаженная» была написана художником в 1917 году, незадолго до смерти. Искусствоведы полагают, что на ней изображена профессиональная модель. Сотбис в ожидании рекордных торгов. Стартовая цена лота – 150 миллионов долларов. Карл Лагерфельд презентовал долгожданную круизную коллекцию «Шанель». Атмосферу на показе создали соответствующую. Гудки парохода, крики чаек и главная декорация – огромный корабль. Его назвали «Ла Поза», как виллу «Коко Шанель» на Лазурном берегу. Собрались и все амбассадоры бренда. Актрисы – Кристен Стюарт, Марго Робин и Лили Роуздепп. Дочь – Джонни Деппа. Неделя до самого ожидаемого события в Великобритании – королевской свадьбы. Принц Гарри поведет под венец американскую актрису Меган Маркл. Кого не пригласили на церемонию? И сколько стоит наряд невесты? Все детали предстоящего торжества изучал наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. На поиски идеального свадебного платья невеста принца Гарри потратила несколько месяцев. Среди дизайнеров ходят слухи, что для бракосочетания актриса выбрала наряд от лондонского бренда Ральфи Русса. 135 тысяч долларов за него заплатит королевская семья. Меган способна стать иконой стиля в Великобритании и заменить на этом месте маму Гарри, покойную принцессу Диану. Меган элегантна, гламурна и к тому же активистка. Леди Ди была бы довольна такой невесткой. Уже известно, что шафером на свадьбе будет брат жениха, принц Уильям. А вот невеста не смогла выбрать среди своих подружек одну, поэтому решила обойтись вовсе без свидетельницы. После венчания молодожены проедут по улицам Виндзора, чтобы поприветствовать подданных. Для этого им пришлось выбрать одну из ста карет королевской конюшни. Мы очень надеемся на солнечную погоду в день свадьбы. Эта карета без крыши и в случае дождя придется заменить ее на другую. Именно эту карету использовали во время свадьбы старшего брата Гарри, принца Уильяма и герцогини Кейт. По королевским меркам это будет очень скромная свадьба. 600 человек приглашены на венчание, а вот на вечернем банкете будет всего 200 гостей. Изюминкой королевского меню станет свадебный торт. По желанию невесты, поклонницы здорового образа жизни, для его приготовления используют только органические и сезонные продукты. Впервые за десятилетия молодые нарушили давнюю английскую традицию и отказались от фруктового торта. Он будет совершенно другим. Это лимонный корж с сиропом бузины, украшенный свежими цветами. Среди счастливчиков, приглашенных на свадьбу, поп-легенда Элтон Джон, семья футболиста Дэвида Бэкхима и звезда тенниса Сирена Уильямс. А вот британского премьера Терезу Мэй на банкете не ждут, как и американских президентов Дональда Трампа и Барака Обаму. Королевская семья решила провести совершенно аполитичную свадьбу. В следующую субботу в Виндзоре, где находится летняя резиденция Ее Величества, ожидают около сотни тысяч туристов. Они надеются хотя бы издалека увидеть жениха и невесту. Приезжих предупреждают лучше им в этот день запастись едой и водой, ведь такое количество гостей в городке вряд ли прокормят. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте и подробностью Ей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин